Всем привет! Вы на канале Бунтарь и Серго. Одновременно это видео нам выйдет на два канала, ребята. И это наша новая студия! Ребята, перед тем, как начать наш разговор с Серегой, я хочу вам сказать, перейдите по ссылке в описании на мой сайт, на канал Сереги, на мой канал на Сереге канале вот сейчас. Там все будет. Подписывайтесь на канал Бунтарь и Серго, ведь мы стараемся для вас. Факты, факты налицо. Мы бросили базы, чтобы начать новое все. Потому что у нас все ломали постоянно. Нам ломали, ломали, но мы еще строили... Ребятушки, это был мини такой кадрический, кадрический назвал обзор на нашу студию Серго. Теперь у нас есть свой личный гараж, где мы можем записывать для вас ролики. Для вас ролики можем записывать. И будет все качественно. Запомните. Булка-олики, поскольку котлеты у вас будут. Ребята, еще маленькая вам это самое. Я бросил базы. Да, ребят, я бросил базы, потому что когда у нас горела база, как вы видели видео у меня на канале есть, как на Горелла, там сгорело все. Все доски, все, что можно, сгорело. Я перенесся на сторожку. Сторожку, там мы побыли, там ползимы вообще, ну вообще до весны. Сказали, что там будут бетонировать территорию. Ну мы решили построить новую базу. В итоге, мы разобрали сторожку, так, ее обложку. Решили строить новую базу. Ну, когда мы поняли, что мы выбрали большой масштаб, и нам не хватает материала, мы все разобрали и подарили. И мы решили больше не заниматься. Но вчера меня взяло, и я пошел, видел на моем канале, вон, под этим. Разобрал сторожку, и один одной монтировкой ее повалил, вот эту здоровую конструкцию. Там, наверное, Серега видел вот эту огромную... Мы строили, строили, и сломали все, что можно просто. Я просто не могу понять этого. Я не понимаю, почему вот это происходит всегда. Потому что, когда мы стараемся, вот даже когда мы построили базу, которая сгорела, то своровали телевизор. Хоть там электричества не было, но это я сюда принес. Че вы лезете, видите, тут помещение чужое, че туда лезть. Но с ворота мы даже открылись от фразы таких. Я говорю. Просто. Сейчас заходите по ссылке в описании на мой сайт. Смотрите, кто участники. Там у меня музыка моя выпущенная есть. Ты вообще был у меня в сайте? Да. На сайте был. На мое сообщество ВК. На мой ВК. На мой ТГ, на серого ТГ канал. Да, он скоро сделает ТГ канал. И ВК у него будет. И на Ютубе его. На Ютубе его подписывайтесь. И еще. Что я хотел добавить. Что. Теперь будет. Не будет вообще роликов про базу. Я вам говорю. И стройки не будет. Стройки больше не будет. Все, что я снимал, останется на канале. Но что, новая будет про базу появляться? Это вообще последний ролик, что я вообще про базу что-то говорил. Больше базы я не буду снимать никогда. Может я буду сам туда ходить, вспоминать. Но снимать я их не буду. Я вам говорил. Он что-то Серега хотел дополнить. А я буду ждать. Если на... На мое видео будет много лайков под это видео, где я снимал обзор на сторожку. Типа и что себе случилось. И я снимал про все базы, что у нас было. Про все. Историю. Да, историю всю сниму. И расскажу о все поподробнее. Ну а это видео был краток очень. И я все коротко рассказал, что было про сторожку. Остарожка это не единственная база, что у нас была. И далеко не первая. До нее было еще очень много баз. Да. С чего мы начинали? Мы все расскажем дни, когда они появились. Когда все началось. С какого числа. С какого времени, часы. И сколько мы там находились. Я это очень-очень хорошо знаю. Я даже на конкуляторе это все почитаю, ребят. Перед тем, как снимать видео. Но я знаю, что сторожку раз я не снимал. Я расскажу, когда мы туда пришли. И когда мы закончили. Пришли мы туда 19 августа 21 года. Закончили мы ее. Закончилось все. Ди, это. На масле. Так, 7 марта 21 года. 22 год. Мы весь летом ходили. Без нее. А потом мы с ней начали ходить. Ну вот. Последний. Как я записал ее целый. А, я не снимал видео, как я ее ремонтировал. Но когда я записал видео на ней, это был просто шок-контент. Наши серии узнал не сразу, что мы ее ремонтируем. Далеко не сразу он узнал. Мы когда свели... Но я узнал, что сторожку разрушили на маслице. Ведь я туда хотел просто перейти, когда праздник начался. И до того, как я пришел, сторожки не стало. Просто она была разрушена. Ребята, извиняюсь. Она просто была разрушена. Ну я такой... Пацана прихожу, но пока он еще был в древне. И говорят, что сторожку разрушили. А им пофигу, они блинчики-то хавают, веселяются. А я стою на сторожке и грущу. А я, ребят, в это время, недолго думая, вызываю деда своего. Просто на всех парад, просто на всех вылетах звоню. Гони быстрее сюда. Он приезжает, я лечу быстрее на район. Лечу на сторожку. Прилетаю. На тот момент там еще был целый угол целый. Который смотрит на нас. Вот мы идем на дорогу. Стена была эта целая. Которая смотрела в сторону речки, но вы не знаете. А которая смотрела... Даже фотография есть. Вот она. Вот эта стена была вся целая. Ну, по крайней мере, она вся была обшитая. Сторожка. Вся была обшитая, когда серый ее пришел. Внутри что творилось, это хаос. Ребят, у меня есть фотографии, что там было внутри, когда сломали. Потому что я выпускал на один канал. И везде лежали опылки. Просто вся сторожка была просто в опилках. И вся территория просто в опилках была в этих... Ребят, чтобы это убрать, нам очень понадобилось много времени. Мы вечером... Помнишь, когда вечером там лопаты чистили? Наверное, через неделю-две точно это... После, как ее сломали, мы туда все-таки решили прийти прибраться. Мы там лопатой очищали. Ребят, а сколько ульев на сторожке было! Ну, ой, ой, ой. Меня тогда пчела ужалило. А мне нравится, короче, ребят, момент на сторожке. Очень офигенный. Самый лучший, что я видел на сторожке. Короче, мы тогда топили в ведре. Ну, как на контейнере. Топили в ведре костер. Сторожка была утеплена, там температура больше 20 градусов поднялась. И мне что, нравилось, что там было тепло, и мы еще там хавать могли готовить. Не на одной базе. Ну, вот, к нам в печку уложили уже там. Я только на двух базах хавать всем готовил. Это на сторожке и на вот этой базе суп фирменный. Кстати, мой фирменный суп. Могу рецептик дать. И на сторожке. Два раза я на базах готовил. Всего лишь за все время. А базами я почти три года занимаюсь. Все. Три года. На работе мы никогда не хаваем. Просто никогда. Бывали моменты, что в магазин залетим туда-сюда. Ну, а так мы вообще... Не хаваем. Мы больше всего пахаем. Сколько ребят я на эту базу, которая сгорела, досок притащил, вы просто не поверите. А как мы сторожку ремонтировали, как мы вечером с Филиппом на санках все таскали туда. Мы в этот джебет рог на поставили. Мне тогда еще и руки замерзали. Пусть капеца прям работать невозможно было, но я все-таки работал. А когда мы строили стены с Серегой, там был бы и два Филиппа, и еще пацан. Серый там вообще никакущий стоял. А когда все не ходили, я в одно лицо ходил, стены делал в декабре. Ну, уже в январе почти. Перед Новым годом. Чтобы все на Новый год там тусили. Там была температура под минус 26 где-то. И я без перчаток, железный молоток в руках и гвозди с досками пилил, забивал. И мне никто не помогал. А в итоге все пришли только 31 декабря, и то меня там не было, и все сидели там отдыхали. Потому что Паха была в деревне с Машей, отмечали Новый год. Ну, Маша, они не знают, кто такая, но это моя сестра. Короче, ребята, на этой ноте я заканчиваю, но перед тем, как закончить, я опять напомню. Переходите по ссылке в описании. На Серега канал, на мой канал. На Серго канал, то есть. На мой сайт, на два ТГ канала, на мой и Серегин, на мой ВК и Серегин переходить тоже. На... А, на Филиппа канал, на Влада канал. Луная Соната. И на Димон Покемон. Это Димон. Все, ребят, с вами я прощаюсь, всем. Чао-чао. Продолжение следует...